Микс Ньюс Программа «Разворот» в прямом эфире. Добрый день, меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость сегодняшней программы, он же гость нашего города, нашей страны. Это журналист телеканала НТВ, можно сказать, ветеран этого телеканала, режиссер-документалист Александр Зиненко. Здравствуйте. Добрый день. Александр работает на НТВ со дня основания телеканала НТВ. Добро пожаловать в Ригу. Спасибо. Александр приехал и привез с собой свой документальный фильм, который называется «Непобедимая», он будет представлен сегодня вечером в 19 часов в конференц-зале отеля «Авалон» на улице 13 января, 19, вход свободный, сразу проанонсирую. Ну и о фильме «Непобедимая» – это часовая документалка о женщине, о сильной женщине, о сильном человеке, о 13-кратной чемпионке мира по армрестлингу среди инвалидов-опорников Ольге Буниной. Что еще стоит добавить? Ольга живет под Челябинском в поселке, и, собственно, ей и ее жизни посвящен этот фильм. Это такой срез некоторый, насколько я понимаю. Давайте начнем и поговорим об этом фильме. Насколько я понимаю, он снимался целых два года. Ну да, где-то так примерно. Фильм снимался в развитии, то есть вот снимаются эпизоды, потом мы останавливаемся, возвращаемся к героине, с тем, чтобы отследить вот эту жизнь, реальную жизнь, что происходит в жизни этого человека. Поэтому так растянулось – это главная причина. И, кстати говоря, очень хорошо, что растянулось, на самом деле. Я сначала расстраивался, что очень долго, но на выходе – это то, что надо, потому что удалось снять вот такие реальные куски жизни. То есть можно сказать, что вы стали свидетелем некоторых каких-то там жизненно важных событий в жизни этого человека? Да, это победы на чемпионатах, это болезни, это больница, это операция, это проблемы с детьми, допустим, которые возникают. Это невозможно вот приехать, снять там за неделю, наскоком, потому что, ну, это жизнь, так и должно быть. То есть в жизни каждого человека, ну, мы все прекрасно знаем, что сегодня что-то происходит, неделю ничего не происходит, месяц ничего не происходит, а потом начинается событие в жизни этого человека, которое заслуживает внимания. Вот так происходило и на съемках. Давайте немножко про Ольгу расскажем. Ольга – мать четырех детей, трое из которых приемные дети. Да, абсолютно верно, да. И у нее история жизни, та, которая не попала в объектив, в ваш объектив, она тоже такая достаточно киношная, это, ну, трагично киношная, хочу сказать. Это смерть жениха в день буквально свадьбы. Ольга вместе с своим женихом ехали в ЗАГС, ну, наверное, может быть, вы расскажете, чтобы я не... Да. Вы это знаете лучше. Как она говорит, моя первая и последняя любовь. Вот в этом, конечно, драма, ну, грандиозная драма человека, потому что, ну, погибнуть в день, в тот день, когда они собирались... Зарегистрировать в ЗАГС. Да, ехали в ЗАГС подавать заявление. Счастливый день в жизни человека, и вдруг погибает жених. Она оказывается в инвалидной коляске. То есть, ну, катастрофа. Абсолютная жизненная катастрофа. И в тот же день узнает, что она беременна. И после операции, после огромной дозы наркоза, я не говорю, это знаете, а вот... Ребенок выезжал. С ребенком все хорошо. Да. С каким ребенком? Ну, вот вы, так сказать, беременна, да? Но мы вам категорически советуем не делать этого, не рожайте ребенка. Как не рожать ребенка? У вас очень много наркоза. И она, тем не менее, вот она опять идет против течения, и она рожает ребенка, девочку. Вот такая абсолютно, как вы правильно заметили, киношная история. Александр Зиненко, можно сказать, основатель и автор программы, и вообще это уже не программа, это можно назвать таким форматом, профессия репортер на НТВ. Это такая социальная история, которая в свое время... Сколько лет назад эти были? 20 или уже больше? Программа началась, проект начался в 98-м году. Ну, вот, 21-м. Такой законодатель в этом жанре своего рода. Вот эта история... То есть, об Ольге Бунина, насколько я понимаю, вы узнали из другого сюжета? То есть, она уже появилась где-то в медиа? Про Ольгу Бунину я узнал из местных СМИ. То есть, были публикации региональные. Да, и они были, ну, такие, достаточно короткие, но этого было достаточно понять, что история заслуживает внимания, причем такого внимания документального. Ну, вот я хотел спросить, то есть, когда вы увидели и поняли, что вы хотите взяться за эту историю, это вот, это желание, это интенция, если угодно, она была связана с тем, чтобы Ольгу заметили, например, ей помогли, чтобы этот человек, вы почувствовали энергию, чтобы она кого-то вдохновила, потому что эта киноистория, она требует просто воплощения на экране, что-то четвертое или все вместе? Очень хороший вопрос, между прочим. И будет совершенно неожиданный ответ, потому что для меня эта история, как ни странно, как ни парадоксально это звучит, история инвалида Ольги Буниной, отчасти это личная история. Личная, потому что 6 лет тому назад я серьезно заболел, у меня серьезный диагноз обнаружили, и вот что-то надо было менять в жизни. Ведь о чем фильм? Это же фильм не про инвалида, на самом деле, не вот про Ольгу Бунину, вообще все это метафора, спорт, достижения, победа ее, 13-кратная чемпионка мира, это все метафоры. На самом деле фильм о том, как человек ищет, пытается найти свое место в мире. И почему я это связываю с своей личной историей? Потому что, ну, вот тоже все перевернулось, тоже непонятно было, что делать, и как себя найти. И я, не имея навыков, не имея образования, я никогда этому не учился, я начал рисовать. И вот это, так сказать, в фильме это тоже есть эпизод, когда... Сейчас поговорим об этом тоже. Да, и вот это, вы знаете, вот в этом было, в каком-то смысле в этом было тоже спасение, как для нее, точно так же, как для Ольги Буниной, для героини фильма, это спортивные победы. Ну, что такое спортивные победы? Мы все прекрасно понимаем, это самореализация, это поиски себя, это постоянно, так сказать, человек доказывает, что он достойный человек, он не дерьмо, он человек. Понимаете, он человек, а... Ну, в случае с Ольгой, это еще было детское восприятие у детей, я так понимаю. Она в одном эпизоде говорит, что вот ее ребенку сказали, что твоя мама инвалид, и ей было важно доказать, что... Да, она говорит, Нина, я не инвалид, я чемпионка мира. Она говорит, я еще не была чемпионкой мира, но я обязательно стану чемпионкой мира. И вот, понимаете, меня будут уважать. Кто? В первую очередь дети. Потому что я тогда в их глазах буду не лузером, а успешным человеком, в хорошем смысле этого слова. Я буду достойным, мне очень нравится это слово, достойным. Я буду достойным человеком. Вот примерно так. И когда здесь очень интересная есть тема, как фильм воспринимают восприятие, да, безумно интересная тема, никогда с этим не сталкивался. Ведь можно как сказать? О чем фильм? Про инвалида. Вот она там что-то делает, но она все равно инвалид. Кому это интересно, да? А можно сказать... Слушайте, вот Ольга Бунина, она, конечно, уникальна, она неповторима. Но Ольга Бунина – это мы, это все мы. Как? Что такое? Почему? При чем здесь это все? А я очень легко объясняю, почему Ольга Бунина – это мы. Мысль абсолютно парадоксальная. Потому что каждый, что бы мы ни говорили, каждый из нас никогда не признает себя убогим маленьким человеком. Никогда не смирится с тем, что он должен занять свою нишу, свое место именно убогого маленького серого человека. И мы все хотим сознательно-бессознательно свою жизнь изменить, менять, изменить, кардинально, не кардинально. Но такая мысль присутствует у каждого. Но, опять же, если мы это сопоставим с Буниной, да? А какую цену мы готовы за это заплатить, за то, чтобы жизнь изменить? Вот в этом ключевой вопрос. Она свою жизнь изменила. Но какой ценой? Это очень тяжело удалось и дается. Это преодоление. Все победы через боль, через болезни. Вот так можно повернуть, так можно рассказать эту историю, понимаете? По поводу картины сейчас тоже хотелось бы вас спросить, но с другой стороны сначала зайду. В этом фильме вы присутствуете как автор, понятно, вы автор этого фильма, но вы присутствуете как герой этого фильма. То есть, там явно вы появляетесь на экране, вы разговариваете с Ольгой, причем на «ты». Ну, вы явно, вы свое отношение к ней высказываете. Это сознательно или это какое-то исключение режиссера-документалиста произошло в данном случае? Как так вышло? Ну, даже не знаю, что сказать. Я всегда делаю то, что органично для меня. Вот в данном случае на «ты» с ней органично. Она у меня младше. Вот. Она со мной на «вы» обращалась и обращается Александр Иванович по имени-отчеству. Ну, как и к ней по имени-отчеству все обращаются в фильме. Ольга Николаевна, по-моему. Ольга Николаевна, да. Потому что культ Бунины. Там, где она живет, культ Бунины. Вот. А я на «ты», и для меня это органично, и мне так проще общаться было. И ей как-то тоже для нее это органично, для нее это органика полнейшая. Она себя чувствует молодой, интересной, на «ты». И мое участие, да, да, конечно, хотелось помочь, вот сделать что-то приятное. Но вы на экране помогли. Это такой немножко момент, то есть это вошло в фильм «Ваша помощь». Это вошло в фильм. Ну, да, тут, может быть, не скромно. Может быть, не скромно, но вот, ну, хотелось, да, вот именно так, чтобы все было. И чтобы купили мою картину. Сейчас два слова просто радиослушателям скажем об этом. Александр в процессе фильма, вот у него возникла такая идея, сейчас он сама о ней расскажет, написать картину. В написании картины поучаствовала сама Ольга. Картина была продана на аукционе, соответственно, средства пошли в помощь. Да, 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 да. Можно сказать, что я воспользовался служебным положением. Да. Но всем было приятно, все были довольны. И я в первую очередь. Ну, вот то, что показан, во-первых, ну, картина, что за картина там? Это Ольга есть, а там изображена женщина? Нет, 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 нет. Нет, 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 это полнейшая абстракция. Это город, это сумерки, это масляная пастель, это реальный, настоящий аукцион. Вот то, что показано там, когда люди перебивают друг друга, набивают цену, ну, не набивают цену, повышают цену этой картине. Да, 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 повышают ставки и, да, то есть, площадка, то есть, все реально было. Вот, и буквально там через какое-то время, там через месяц, грубо говоря, мы едем, нанимаем рабочих, и вот они при нас, то есть, параллельно идут съемки, а они параллельно делают ремонт. И к концу съемок, а мы были там почти месяц, допустим, где-то так, плюс-минус, ремонт заканчивается. Вот, все в реальном времени. И все довольны. Съемки происходили? Для меня это главное. Съемки происходили, такой короткий вопрос, когда это было, сколько времени прошло? То есть, есть же постпродакшн, сколько съемки, какой момент? Сложно сказать, это все растягивалось, но вот ключевые съемки, они проходили зимой 2018 года. А то есть, недавно? Да, да, да. Потом постпродакшн, все это растягивается, все это вот вплоть до декабря прошлого года, да, вот где-то вот так все это растянулось. И мне, знаете, мне очень хотелось, чтобы это растягивалось, мне не хотелось, чтобы эта история заканчивалась. Вы этот фильм уже, ну, вы показали его в России, вы там его показали, там или в Челябинске, или в этом поселке, я не знаю, как это работает. Предпремьера была в Москве в Киноклубе, в Клубе социального кино, у нас есть такая площадка, вот, некоммерческая организация «Благосфера», замечательные ребята, замечательные люди, они предоставляют площадку для показа фильмов, ну, вот, совершенно бесплатно. И была предпремьера, мы этот фильм показали. А буквально через неделю уже был эфир, была эфирная версия. НТВ? Да, уже на моем родном канале фильм вышел, состоялась премьера. А в этом фильме в какой-то момент Ольга рассказывает эпизоды своей жизни, когда она села в машину, разогналась, и у нее были мысли, ну, суицидальные мысли, назовем это так. Нет, это не просто мысли, это была реальная попытка покончить с собой. Это не мысли, то есть человек, ну, не то чтобы готовился. Это как попытка можно рассматривать. Так сказать нельзя. Это было спонтанное решение покончить с собой. Что она собиралась сделать? Да, и там же, ну, тоже Ольга говорит, вот, фильм вообще вот этот, как мне показалось, он ведь про человека, ну, в первую очередь, но и про женщину. И в одном из эпизодов она говорит, она так, ну, говорит, что мужчины вообще слабаки. Мужчины слабый народ, она говорит. Вот по поводу этой истории вы как-то, не знаю, думали, и как согласны ли вы с этим? Ну, как мужчина тоже, что вот мужчина слабый народ, то есть она, понятно, что своим образом подтверждает это. Но как-то вы для себя это осмыслили после этого, что ли? Ну, согласен ли я с этим, да? Ну, наверное, да. Ну, в каком-то смысле, да? Вот в каком. В каком смысле, да? Да, слушайте, ну, хотя бы взять очень такую предметную ситуацию, когда женщина воспитывает одна детей, да? Это, ну, распространенное достаточно явление. И она, кстати, такой пример тоже приводит. Покажите мне мужчину, который бы воспитывал один в одиночку детей. Редкость. Исключение. Да, это бывает, но это бывает редко. Женщина – это повсеместно. Это распространенное, типическое такое явление. Вот что она имеет в виду. У нее же брат, и она подводит базу, да? Почему она у брата взяла детей? Потому что брат не в состоянии, он один. Он не может воспитывать своих детей. Он не в состоянии вырастить детей. Но брат тоже со своими сложностями физическими. Да, но она, да, да, безусловно. Это не в качестве оправдания просто. Безусловно, но она хочет сказать, что если нет женщины рядом, если нет сильного человека рядом с мужчиной, он не в состоянии воспитать и поднять детей. Вот ее главная мысль. И она это иллюстрирует. Собственно, она это показывает. Она объясняет, почему она взяла у него детей. Ну и, кстати, совершенно неожиданные образы были, когда я ее спросил. Я говорю, мы были на чемпионате в Польше. Я спросил, почему вот во время поединка, речь идет про армрейслинг, да? А почему женщины всегда молчат, а мужчины кричат, выражают эмоции во время поединка. Эмоции зашкаливают. Я был в первый раз на армрейслинге, я вообще далек от спорта. И вдруг идет волна, она тебя просто охватывает. И ты начинаешь тоже кричать, ты начинаешь болеть. Во время схватки, собственно. Во время схватки. А она обычно не очень продолжительная ведь. Или бывает затягивается. Бывают очень длинные поединки. Бывает 5 секунд, а может все это растянуться на полчаса где-то. И вот мужчины, спортсмены, они начинают кричать. Они начинают, то есть там такой накал эмоций, что, ну, это, конечно, потрясающе. Это нужно видеть. Ну, я после этого спрашиваю, слушай, а почему женщины не кричат, а мужчины кричат? Ну, говорят, ну, как почему? Потому что мужчины слабый народ. Говорит, казалось бы, все должно быть наоборот. Женщины эмоциональны и должны выражать эмоции. Нет, женщины молчат, молча заканчивают поединок, а мужчины выражают эмоции. Но при этом Ольга свои эмоции до поединка выражает очень ярко, показывая свою всю, можно назвать, такую псевдозлость. Это шоу, это ее коронная фишка, это шоу, это вот ее, так сказать, визитная карточка. Рык, звериный рык. Который противника просто обезорвывает. Да, кстати говоря, боятся. Реально боятся. То есть это нейтрализует. Страшно. Короткая пауза сейчас, новости рекламы. И через несколько минут мы продолжим. У нас в гостях журналист телеканала НТВ, режиссер-документалист Александр Зиненко. Оставайтесь с нами. Продолжается разворот. У нас сегодня в гостях российский режиссер-документалист Александр Зиненко, журналист НТВ, работающий на этом канале со дня оснований. И мы говорим о документальном фильме, который Александр привез в Ригу. Он называется «Непобедимый». И рассказывает о 13-кратней чемпионке мира по армрестлингу среди инвалидов-опорников Ольге Буниной. Она живет в российской глубинке под Челябинском. Этот фильм сегодня будет представлен в Риге в 19 часов в конференц-зале отеля «Авалон». Александр, смотрите, такая история. Вот в Латвии, в Риге, ну в Латвии в целом тоже есть много историй про выдающихся инвалидов, людей с ограниченными возможностями. Вот многие из них, они тоже в этой студии были. Вот есть такой парень Марек Одуминш у нас. Он в Бауске живет, это не в Риге. Он парализован, у него не двигаются ни руки, ни ноги. Он сидит в коляске и при этом рисует, держа кисточку во рту. Он стал очень знаменитым этим, его картины покупали различные люди. Он просто вот рисует, держа кисточку во рту. Когда мы с ним общались, он рассказал такую вещь, которая мне очень запомнилась. Он отдыхал с друзьями в баню, условно говоря, прыгал в воду и повредил позвоночник. Такая история распространенная. И он преподнес вот этот трагический случай. Конечно, понятно, что он бы предпочел, может быть, чтобы этого не произошло. Но, тем не менее, он это рассматривает как своего рода чудо. Почему? Потому что после этого он открыл талант рисовать руками, он не рисовал. Это стало толчком, да? То есть, он открыл себе талант рисования. Он замечательно рисует. А так был бы серым, а никому не интересным человеком. Кто знает. Ну да, но вот эта история. Как бы все повернулось. И видите, я не знал, что у вас как вышло тоже. Что вы свой талант тоже, получается, открыли в момент для себя кризисный. Я не учился никогда, я самоучка. Я взял масляную пастель и начал рисовать. Ну вот, вот Ольге что-то такое было, может быть, и вообще по поводу вот этой вот трагической истории. Как она к ней теперь уже относится? Очень сложно, вы знаете, очень сложно. Очень сложно. С одной стороны, да, я думаю, что она прекрасно понимает, что она была бы обычной уральской девчонкой. Она, если бы не случилась эта трагедия, да, жесточайшая трагедия в ее жизни. Да, жизнь, быт, муж, дети. Никто бы не знал, что есть такая Ольга Будина. Это с одной стороны. С другой стороны, ну трудно нам судить, понимаете. И легко говорить, да? Ну да. Катастрофа помогла ему, ей, себя реализовать в жизни. Они стали известными, они стали знаменитыми. Она действительно, она на самом деле, она реально знаменита. То есть, там это было показано, но это было показано не полностью. Культ. Культ Бунины. Когда ее встречали из больницы, да? Культ Бунины в ее городке. Это небольшой городок. Вот если снять продолжение и вот эту линию, так сказать, и более жирной сделать, линию учеников, линию поклонения, да, линию, там же, понимаете, какое дело, не хватает людям позитивной повестки в жизни, не хватает. Не хватает модели поведенческой, с которой можно брать пример и нужно брать пример. А здесь рядом такой человек. Да не просто человек, да, который, там, так сказать, будет через губу, там, да, ну ладно, приходи, позанимаюсь с тобой, там, может быть, что-то для тебя сделаю. Это женщина-магнит. Вот я это притяжение сам почувствовал. Я себя почувствовал железом, которое, так сказать, притягивает этот магнит, да, и тянутся, тянутся, приезжают, да, никому не отказывают. То есть потрясающая просто в этом история своя, как она живет и как реально любит ее. То есть искреннее, искреннее чувство, да, к человеку совершенно чужому. У меня даже была, знаете, такая вторая, ну, как бы такая мысль, там, сделать продолжение и совершенно по-другому все это развернуть. И есть даже рабочее название «Доброе утро, мамулечка». Ну, это то, что ей присылали, да? «Доброе утро, мамулечка». То есть абсолютно какая-то для нас непонятная ситуация, когда абсолютно чужие люди, неродные, ей присылают эти смс-ки каждое утро. «Доброе утро, мамулечка». Ну, и «Доброй ночи», соответственно. Да, искренне, абсолютно искренне. А что такое искренность сейчас в наши времена? Дорогого стоит. Особенно для документалиста, кстати. В том числе, да. На секунду отвлечемся. Вот немножко так, ну, вещь, которая косвенно, не напрямую связана с этим фильмом. Когда вот этот эпизод с попыткой, как мы уже выяснили, суицида вот в машине был, я почему-то подумал, вот тема, которая актуальна, постоянно эта актуальность возникает, это тема эвтаназии. Вот последние две истории, одна на мировой такой, в мировом масштабе, вторая, может быть, у нас больше. Вот ученый из Австралии, 104-летний недавно, изъявил желание, он страдал от болезни, изъявил желание воспользоваться эвтаназией, и появился же такой церемон «Суицидальный туризм», потому что только в считанных странах разрешено эвтаназия, в Швейцарии, в США, в Швейцарию многие ездят. В Эстонии произошел похожий случай, намного более молодая учительница танцев, Яны Пабри, это ее зовут, тоже отправила в Швейцарию, ее провожали, ее устроили прощальный вечер. Как вы вообще вот к этому относитесь? Есть ли моральное право у самого человека и у тех людей, которые предоставляют такие услуги, скажем так? Я считаю, что моральное право есть. Я к этому спокойно отношусь. Я к этому отношусь с пониманием, скажем так. Я вообще за право выбора. У человека должен быть выбор всегда, во всем. Ну, хорошо. В той стране, откуда вы приехали, скажем так, здесь сразу накладываются очень серьезные, например, религиозные препятствия, скажем так. Серьезные последствия. Серьезные последствия. Безусловно, безусловно. Но да, и есть специфика. Насколько это возможно, сколько это уместно, например, в одном месте? Да, в России. Нет, в России, конечно, это неуместно. Это неуместно. Нет, 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 нет. Есть контекст, есть специфика, есть национальные традиции, безусловно. Не будем это, так сказать, вообще трогать. Есть страны, которые говорят yes. Слава Богу. Есть страны, которые делают аборты. Есть страны, в которых запрещено. Мир открыт. Границы открыты. Слава Богу. Так что выбор. Есть выбор, ребята. Все. Вперед. Да, кстати, у нас телефон на прямого эфира. Работают 672 12 93 9, 672 13 93 9. Если вы хотите задать вопрос Александру Зиненко, режиссер-документалист, журналист телеканала НТВ, многолетний, то, пожалуйста, звоните или пишите по WhatsApp у 2061 91. Есть звонок, кстати, у нас наушники. Наденьте, пожалуйста. Слушаем вас. Добрый день. Вопрос следующий. Добрый день. Вы провели такое долгое время с Ольгой. А вот как язык вообще поворачивается, назвать ее инвалидом? У нас принято таких людей называть человек с ограничениями. Инвалид – это вообще совершенно другая история. То есть это умственный человек. Вот у него проблемы. Он инвалид. А имеется с точки зрения политкорректности какой-то? Ну нет, просто человек углубленно занимался этой девушкой. Много времени с ней провел. А сейчас как бы я режиссер, а она инвалид. Мы вас поняли. Спасибо. И он это повторил много раз. Много раз. Да, спасибо. Слово было вырвано, то, что этот гражданин сказал, это было вырвано из контекста. Я цитировал. Он не совсем понял. Я цитировал. Мы говорили о восприятии этой темы. Тема, кстати, это можно тем развивать. Мы говорили о восприятии. О чем фильм? Я сказал буквально следующее. Можно сказать. Это я как бы цитирую. О чем фильм? Про инвалида. И это реальные вещи. Это реальная история. Я скажу даже больше. Это тоже цитата. Не про инвалида. Про инвалидку. Я говорю, нет. Это не про инвалидку. Это про самую сильную женщину мира. Поэтому, извините, товарищ недопонял. Естественно, никогда я ее инвалидом не называл. Ни в фильме, ни за кадром, ни сейчас. Это, будем считать так, цитата людей. И речь шла о восприятии этой темы. Только так. Такой вопрос. Когда я смотрел и посмотрел этот фильм, у меня возникли букет, понятно, эмоций и впечатлений. Но возник такой некий конфликт. С одной стороны, этот фильм, безусловно, о воле, о терпении, о самопожертвовании, о стремлении вперед. С другой стороны, это фильм о людях, которые в определенном смысле оказались, может быть, брошены. Это громкое слово. Но не то, чтобы какая-то система, назовем это так, о них сильно заботилась. То есть, они живут в не самых благоприятных условиях. В эпизодах конкретно это видно. Это общее место. Вопрос такой. У вас этот диссонанс возник? И, может быть, у зрителей, которые уже посмотрели. Вот такой вопрос. А почему? Да, это очень героизм большой. Ну, а почему эти люди так живут, почему не помогают? Ну, ведь они заслуживают помощи какой-то. Я имею в виду государства. Да. Вы знаете, какой вообще есть интересный момент, на самом деле. Я когда снимал, я на это не обращал внимания абсолютно. То есть, вот я не чувствовал ни контраста, ни вот этой проблематики, что как-то вот они какие-то там несчастные, что им не помогают. Я этого не чувствовал. Нет, то, что они сами об этом не думают, это вообще принято, мне кажется, это такое нормальное явление. Но у вас, как у документалиста и журналиста. Ну, я говорю, что замылился глаз. Вот не видел я этого, понимаете. Вот как-то настолько это все было для меня органично. И поскольку речь шла о вот этом социуме, да, во главе которого стоит Бунина, и там настолько все идеально с точки зрения человеческих отношений, что о том, что такое помощь государства, насколько работает государство. Понимаете, это настолько для меня является общим местом, что все убого в этом смысле. Что ты уже об этом не думаешь. Но. Интересно. Когда ты возвращаешься в Москву и спрашиваешь знакомых, которые очень хорошо живут, обеспеченная прослойка, что они думают по поводу фильма? Вот после просмотра фильма. И ты слышишь удивительную реакцию, которая для меня совершенно неожиданная, непредсказуемая. Мне вот, ну, в голову не может прийти. Например, одна моя знакомая сказала, ну, у меня чувство стыда. Почему? Мне стыдно, потому что вот мы живем здесь в Москве, а они... Я говорю, стоп. Что ты хочешь сказать? Мы живем на отдельной планете. Москва, да, она говорит, это отдельная планета. Для них это отдельная планета. Я говорю, не знаю. Ты что, живешь во дворце? Ты живешь в охраняемом особняке. Мы точно так же живем. И Москва – это очень тяжелый город. И в Москве тоже тяжелая жизнь, понимаете? Но разница есть. Но разница есть. Ну, еще вот по этому же моменту, я не знаю, заметили ли вы, обратили ли сами внимание, может быть, я как зарубежный, условно говоря, зарубежный зритель обратил на это внимание. При всем при этом, о чем мы сейчас поговорили, похоже внешне, что эти люди очень такие... у них очень серьезные проявления патриотизма, потому что, как минимум, это не могло не броситься в глаза, половина героев фильма входит в куртках и шапках с надписью «Раша», а Виталик – самый преданный ученик, качает свои бицепсы в майке с Путиным. То есть, при этом... А Виталик – абсолютный патриот. Что это за патриотизм такой? Ну, я имею в виду, учитывая еще то, о чем мы говорили сейчас, вы сказали, все у Бога в этом смысле. Как это работает в головах людей? Ну, Виталик, кстати говоря, неплохо живет. Очень крепкая семья. Это этнические немцы. Отец – бывший военный, то есть, это пенсия военного, она, так сказать, приличная пенсия. Чистота абсолютная в доме. Крепкий вот двор, крепкий дом, крепкий хозяин, понимаете? Вот у них все хорошо. И они настоящие, искренние патриоты. И это так. Хорошо. Вот поэтому и футболка с Путиным. Я правильно понимаю, может быть, я не так интерпретирую ваши слова в одном из других интервью, что этот фильм не так просто было, вот как это называется, не продать, но показать на НТВ. Продать. Ну, продать, понятно, что это не тот, а продать в каком-то шоком смысле. Продать – это калька с английского, да. Не продать в буквальном смысле, а убедить в том, что этот фильм заслуживает внимания, тема заслуживает внимания. Точнее, это… Конечно, так. Почему? Безусловно. Потому что это телевидение, это телек. Телевидение, как вам сказать, телевидение, ну, мы сейчас, я боюсь, мы просто скатимся опять в общее место. Телевидение – это рейтинг. Телевидение – это коммерция. Только так работает телевидение, только так выживает телевидение сейчас, и, естественно, телевидение показывает коммерческий продукт, коммерческие продукты. Что такое коммерческие продукты? Все должно быть неглубоко, поверхностно, все должно быть поверхностно. Вот когда будет поверхностно, тогда это будет иметь рейтинг, это будет иметь цифры, а что такое цифры? Это будет дорогая реклама, да, вот так все крутится, так все вертится. То, что глубоко, то, что вынуждает человека думать, задумываться, заставляет работать, да, сердце, мозги, душу, да, вот, это не телевидение, то есть, это антителевидение. То есть, сегодня каких-то, условно говоря, глубоких, крупноформатных. Так всегда было, так, в принципе, всегда было, ну, как правило, в том или ином виде, в том или ином виде, никогда не было просто, понимаете, никогда, даже, так сказать, в 90-е годы, всегда нужно было убеждать. Слушайте, ну, я в этом смысле счастливый человек, потому что я всю жизнь работаю на коммерческом канале, это абсолютно коммерческая структура. И я счастливый, ну, наверное, счастливый человек, потому что мне всегда удавалось делать то, что я хочу. А что я хочу? Вот я всю жизнь показывал, я снимал людей. То есть, я создавал, с точки зрения телевидения, некоммерческий продукт, хотя всегда имел рейтинг. Не так много времени он состоится. По поводу канала. Я не думаю, что это для вас будет какой-то секрет, но вы в этом смысле уникальный человек, вы работаете на НТВ со дня основания. Всем, я думаю, большинству известно, что НТВ переживало разные времена, и очень такие были переломы серьезные. Вы работаете все это время, и, наверное, для вас не секрет, что, особенно сейчас, вот уже такая ретроспектива, можно сказать, происходит в этом смысле. Старое НТВ, вот это вообще есть такое понятие, да, старое НТВ, это уже интересно. Старое НТВ отождествляют со свободным телевидением 90-х, начало нулевых. Современное НТВ отождествляют с сериалами про ментов, все в кавычках, да, условно. Вот еще одно словосочетание, мне коллеги подсказали, что есть такое устойчивое выражение. НТВ – это мертвые младенцы, ну, понятно, о чем речь, то есть, постоянно вот какие-то такие сюжеты очень желто-спекулятивные. Как вы ко всему этому относитесь, вот к восприятию конкретно телеканала, но через это российского телевидения в целом, что НТВ – это один из центральных. Старое, новое НТВ – это тоже все очень относительно, было несколько версий НТВ. Если мы сейчас в это уйдем, я думаю, не стоит. Но есть определенный момент в истории, который сменил там рычаг? Слушайте, все относительно, значит, мертвые младенцы тоже в прошлом у вас устаревшие сведения. Был просто период, когда, так сказать, вот в жесточайшем режиме надо было работать, требовали цифр, очень серьезных цифр, которые сейчас и не снятся нынешним телевизионщикам, и мы их делали. Да, было жестко, да, были мертвые младенцы. Какой ценой эти цифры? Какой ценой, какой ценой, не знаю, мне повезло опять, я делал то, что хотел, и это имело, слава богу, имело успех, цифры, рейтинги. Кстати, до сих пор не могут мне простить фильм, который тоже, кстати, получил заслуженную, я считаю, премию документальную, «Лавр» про питерских проституток, которые сидели на героине. То есть, это не совсем проститутки, это, так сказать, рабы любви, они зарабатывали на лекарства, ну, в их понимании, на дозу. И, а почему мне не могут простить? Меня до сих пор вспоминают и говорят, что, слушай, ну, мы все понимаем, хотя столько лет прошло, не могут простить, помнят. Мы все понимаем, тебя заставили. И, почему заставили? Ну, потому что цифры нужны были. Нет, нет, никто меня не заставлял. Я сам взял эту тему, я ее развернул и сделал так, как хотел. Вот в этом смысле, возвращаясь к тому, что я счастливый человек. Да, счастливый человек. Никто не заставлял снимать про мертвых младенцев, если я сам этого не хотел. Но я никогда этого не делал. Еще одно понятие, которое, связанное с каналом НТВ, присутствует и вошло уже в обиход. Что-то речевое, это старый НТВшник, так называемый, речь идет о, не знаю, журналистах, которые работали. Я старый. Нет, вы понимаете, о чем я говорю. Тех людей, которые ушли с НТВ в определенный момент. Ну, например, там, Парфену, Пивоваров. Слушайте, это все, тоже все относительно. Кто-то ушел потом, через два месяца вернулся. Да, но они как-то группируются в восприятии сейчас. И, кроме того, сейчас у них еще новая такая получилась группирующая их тема. Это тема того, что они ушли в Ютуб. Кто-то более, кто-то менее успешно, но... Это примета времени, да. Да, ну вот я так понимаю, что вы об этом сегодня, ну, по крайней мере, как заявлено в мероприятии, вы об этом тоже будете говорить во время встречи, в том числе этой темы касаться. Вы смотрите ли, вот, бывших коллег, контент на Ютубе? Что думаете вообще о том, что сейчас телевизионщики вдруг на Ютубе... Вот Парфенов вообще на медне просто возродил, взял и перенес. Ну, да, это ниша. Это современно, это примета времени. Выхода нет. Выхода нет. У вас в том числе? Вы тогда тоже перейдете? Нет, нет, нет. Нет. Почему? Мне достаточно того, что фильм, мой фильм на Ютубе собрал столько, сколько мне нужно. Я был счастлив и продолжает собирать. Для документального кино это 10 тысяч просмотров. Нормально. Ну, хорошо это или плохо, вы вот так ставите вопрос, да? Уход в интернет. Я ваше мнение хотел сказать. Современно, современно, да. Отлично. Замечательно. Значит, так и должно быть. Так, совсем мало времени остается. Мы находимся в Риге, и как документалиста не могу вас не спросить. Вот с недавних пор у нас обосновался, ну, как мне кажется, для России достаточно видный фестиваль, Art Dog Fest. Да, конечно. Ушел он из России, то есть уже полностью перебрался. Сначала он был здесь течтич, но потом перебрался, не без скандалов тоже, связанных вот с показом там и не показом, точнее, различных фильмов. Вот как вы воспринимаете Art Dog Fest и в контексте того, что ему пришлось как будто бы уехать из России? Яманского давно знаю, мы с ним лично знакомы, замечательный человек, так сказать, киношник от Бога. Ну, а что, почему нет? Это не потеря для российских экранов? Так он привозит все. Не все, в том-то и дело, получается. Ну, большую часть привозит. Вот я был на закрытии Лавры, Art Dog Fest, там все они совместили. Свидетели Путина смотрели? В интернете? Ну, да. Да. Какие у вас впечатления? Интересно. Какая-то фильмы вот... Интересно, молодец. Собрал, снял, зафиксировал. Да, вот это капсула времени. Потом достал, показал, смонтировал. Великолепно, молодец. И про Романского еще один фильм, не могу не спросить, «Луча солнца» смотрели наверняка. Не смотрел, но представляю себе хорошо. У вас ведь в Северной Корее тоже своя история есть. Да. Я был первым. Да, вы были первым, как Юрий Гагарин, человеком, который... Первым вступил на северокорейскую землю. В качестве журналиста российского, да, имеется ли? Да нет. Или вы даже гражданин первый вступил? Нет, там было все намного сложнее. Журналистов вообще на пушечный выстрел не подпускали. Нет, я под видом предпринимателя поехал, который, так сказать, решил посмотреть, как живут люди в Северной Корее. И с маленькой камерой, у меня был оператор, и мы вот два таких предпринимателя сделали визитки. Менеджеры по продаже бытовых приборов, и мы туда поехали, да. Тогда очень было все непросто. Ну, вот удалось. Время наше подошло к концу. Еще раз проанонсируем фильм «Непобедимая». Сегодня в конференц-зале отеля «Авалон» в 19 часов. Вход свободный. Показ фильма. Встречу с режиссером Александром Зиненко. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Да, и также проанонсирую, просто вот это будет в ритму, скажем так, смысловой. Это программа «Зеленая лампа» сегодня в 4 часа. Кстати, благодаря Ольге Авдевичу, одной из ведущих этой программы, мы встретились сегодня с Александром в этой студии. Так что в 16 часов программа «Зеленая лампа» тоже про сильных и волевых людей. Спасибо еще раз. Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует.